Сегодня будет по-настоящему интересно, потому что мы будем смотреть за легендарным Магнусом от Коллапса. Сегодня он играет с своего основного аккаунта, у него 130 ранг на основе, средний рейтинг здесь около 11000 ммр, 10800 примерно, ну и конечно же легендарнейший Магнус, о котором не знает, ну наверное, только самый-самый ленивый. Например, 676 игр, это только основа, винрейт превышает 60%, это очень хорошие показатели, потому что он играет на высоком рейтинге, и здесь удерживать винрейт в 60% это задача, ну скажем, не из легких. Для сравнения и понимания, например, Ятора на антимаге имеет винрейт 52%, здесь целых 60%. Начальный закуп это на скин на ловкость, 2 цирклетки, танго и 2 айрон бренча. По прокачке он уже взял шоквейв и, собственно, скевер. Сразу хотел вас попросить, хочу, чтобы этот видос посмотрело побольше людей, поэтому с вас просто лайк. Это все, что я хотел сказать, потому что это напрямую влияет на продвижение ролика по алгоритмам ютуба. По поводу самого Магнуса, сейчас говорим уже не как от Коллапса, а в целом. Он сейчас получил в целом прирост винрейта в новых патчах, потому что в 8.34 он прям очень слабо себя чувствовал. Сейчас чуть получше винрейт 48%. Герой не из самых легких, поэтому это приемлемый винрейт и он, можно сказать, не прям в мете, да, не в каждой игре, но вполне себе стабильно играется. И находится на 45 месте среди всего списка героев, как бы средняя популярность. Его пикуют не то чтобы часто, но и нередко. В общем, хороший герой. Я бы вам его советовал, как минимум потому, что он очень-очень интересный. И разумеется, весь интерес заключается по большей части в вашей ульте. Кстати, хочу вам рассказать, что мои друзья из Фонбет приготовили специально для моих подписчиков классный бонус. Обязательно переходи по ссылке в закрепленном комментарии и регистрируйся по промокоду MANGO. Фонбет забирает сочный фрибет в 2000 рублей в их удобном мобильном приложении, где есть широкая линия на киберспортивные события. Подмечу, что Фонбет является официальным беттинговым партнером команды Gamer Legion. Так что им точно можно доверять. Потому что ваш ульт может перевернуть весь исход игры, даже если вы очень сильно проигрываете. Одна хорошая рпшка меняет ситуацию полностью. Ну а это добавляет вам большую ответственность, когда вы играете на таком герое. Потому что вы больше чувствуете, что вы, скажем так, влияете на исход. Конечно, любая позиция, любой герой косвенно влияет на исход. Но когда вы имеете такой ультимейт. Ну это то же самое, что тот же, например, Black Hole. Тоже очень... Так, у нас здесь завоз. Кстати, при этом хорошо я его так подвез прямо под вышку. И забирают. Коллапс получает себе первый килл. Забрали Клака. Ну, в общем, вы понимаете суть. Чем интересен Магнус. Ну и в целом он очень силен. У нас есть апнуты уже... Ну, не апнуты, а собранные в Рейсбенд. Возможно, будет сделать себе второй. Потому что есть здесь у него еще цирклетка. Посмотрим. Либо просто ее оставят. Потом, может, продаст. Видим. Сейчас в Курьере, скорее всего, едет уже в Boost of Speed. Потому что будет делать ПТ. Вот. И Крикбай мы уже не видим. Носки, значит, они прямо сейчас в Курьере. По Крипам 17 на 3. Хорошо фармит. Чуть ли не на первом месте. Находится также с Boost of Speed. Приезжают у нас апнутые стики. В миду у нас будет стоять ОД против Хускара. И сверху Грим с Пуджом против Death Prophet. И кто там еще? Фея стоит, судя по всему. Так, завозят Лину. И таким же образом на те же грабли, что и Клок наступает. Да, забирают ее. И в таверну отправляют. Хорошо. Пока что мне очень нравится их комбинация. Магнус плюс Тинни работает как... Ну, просто швейцарские часы, на самом деле. За 4 минуты 2 кила сделали. И я предполагаю, что вполне смогут сделать еще столько же. Пока враги не научатся, что они здесь не могут себе позволить подходить. Вообще, на самом деле, нестандартно у нас здесь Керри Лина. Я такое вижу редко. Как правило, все-таки Лина в миду у нас играется. Кстати, по поводу позиций. О, плюс Клок на хайграун. Мне уже нравится. Начало такое прям бодрое. Вообще, нескучаемо 5 минут. Сделал ТП-шку. Клокверк оттуда. И... Ну, просто на тавер, поэтому... Долго не просидел, но зато ТП-шку потратил. Это тоже хорошо. Так вот, по поводу позиции Магнуса. Это довольно-таки вариативный герой. Потому что чаще всего его, конечно, берут в тройку. Это 50% всех игр. Но остальные проценты его берут и в мид, и на четверку, и иногда даже на пятерку. Примерно в равном соотношении. Ну, на пятерку, конечно, чуть пореже. Поэтому играть можно на нем, как вам нравится. Ну, единственное, что вот на первой позиции его никто не берет, как Кэрри. Прям совсем никто не берет. 2% всех игр. Хотя, наверное, на низком рейтинге вы можете при большом желании отыграть, как Кэрри Магнус. Но... Просто зачем? Когда потенциал раскрывается намного сильнее, именно на тройке. Пятый уровень. У нас уже Эмпауэр в 2 вкачан. Скейвер тоже в 2. И Шоквейв 1 раз. Хотел добить крипа, не успел. Дать на него первый спел. Все, забрал здесь всю пачку. МПТ-шка есть. Покупает себе капли. Еще немного, хотел сказать, подфармливает лесных крипов. Правда, он не добил его. Сейчас будет у нас ультимейт. Не знаю, может быть, он не возьмет РП на шестом. Либо, как минимум, оставит скиллпоинт. Хотя, тени есть. Да, берет, конечно. Появился... Киллпотенциал. Не пожалел сразу ее в лину. Ну и это будет... Это должен быть килл, конечно. Так, еще есть Скейвер. Завозит. И последняя тычка добивает. Мне нравится. Они здесь чувствуют, ну, прям полную свободу на этой линии. И морально даже врагов уничтожают. Не только физически. 2-0-1. Отличный счет. И посмотрите, сколько крипов. 39 на 6. На первом месте только керри Пудж. Да, керри Пудж, вы не ослышались. Такое иногда встречается на высоком рейтинге. Притом, мне кажется, даже чаще, чем на низком. Потому что на низком это вообще особо не воспринимается, когда вы видите керри Пуджа. Но на высоком имеет место быть. И многие проигроки, даже когда распределяют керри героев по тирам, да, кто самый сильный, кто просто сильный, кто так себе Пудж находится примерно во втором тире. Ну, то есть, не слабые. Я не говорю, что он топ-2 герой, потому что тиры, как правило, там по 5 героев распределяют. У него, правда, Курьера подрезали, но это не так критично. Подождет 40 секунд. Хотя уже есть, конечно, что себе привозить. Ну, учитывая, как он здесь себя раскрепощенно чувствует, бегает просто, чистит весь лес вражеские. Под Эмпауэром, разумеется, фармится очень приятно. Ну, у вас сразу чистайте БФ там на... Ну, на той минуте, на которой вы вкачали Эмпауэр. Чуть ли не с первой. Когда тому же антимагу нужно выфармивать для этого. Там 13, а то и 14. А когда-то и 20 минут, если вам очень не повезло. Так, там разменялись. Ну-ка, РП вот сейчас есть. Хорошо, с Таном в него не попали. Уже обогнал даже и Пуджа, и Эдину. На первом месте находится. По крепочкам. Сейчас посмотрим по ценности. Я думаю, что там просто все будет прекрасно. Ну, а дальше делает Орчид себе. Вторым артефактом после ПТшки. Обливиан став у него уже имеется. Притом даже с Блинком он решил повременить. Будет после Орчида. Так, а вот и Лина, я думаю, что она уже понимает, что... Хотя, смотрите, как накидывает. У нее уже по-любому и Лагуна есть. И он ее отдает сразу. Но Магнус стягивает к себе РП и три удара с молота его огромного. Повезло. На самом деле мог отъехать, если бы больше времени как-то потянул, чуть-чуть там затупил, он бы отъехал. Ну, либо если бы хоть какая-то помощь Лине была, а ее не оказалось. Так, вот Магнусу надо быть осторожным. Мало ХП слишком, чтобы настолько себя безнаказанно чувствовать. И даже на Лу ХП он умудряется забрать еще и Клака. Жесть. Это вот то, что я хотел сегодня увидеть, на самом деле, когда я увидел, что Коллапс играл на Магнусе. Это свежая катка, ей меньше дня. Поэтому прям то, что нужно для просмотра вечером. Кстати, по поводу просмотра вечером, я же вас в прошлом ролике просил написать, в какое время вы обычно смотрите мои ролики. Чтобы понять, я сейчас буду настраивать график, да, чтобы ролики всегда выходили в одно и то же время. Я пока еще не определился с точным временем. Так вот, вы примерно написали, что смотрите, ну там типа 19, 20, 21 час. Поэтому на это время и будем ориентироваться. Я предполагаю, что на 20.00, скорее всего. Но я еще буду, конечно, немного думать по поводу этого расписания. Все, 10 уровень получил. Также Орчетон купил и летит в Курьере. Скоро будет и Магнус становится очень-очень опасным. У него и так счет 4-0-1. И это только начало. Эмпауэр вместе с Кевером Зом Акшен. Шоквейв один раз взял в самом начале и больше пока его не трогал. Появился Орчет. Так, два потенциальных килла, при том еще третий на подходе в виде Лины. Кевера хорошо и сразу же двоих забирает, при том жмет тэпаут. Он увидел, что у Лины ДД решил не рисковать, сразу улететь. Пускай даже паузу решил нажать, но ему она уже не поможет, потому что он и так в таверне сидит. Интересно, Магнус с ТПшкой. При том, даже ульта была не потрачена. При большом желании он мог еще и Лину цепануть. Была вероятность ее забрать. Кажется, мне ее сейчас могут забрать как раз. Потому что коллапс направляется именно в ее сторону. Вопрос, найдет ли я. Вот недофармленные крипы, значит точно в нужном направлении. Даже пик пол прожал. Дал скан. Все, видит. Или не увидел. Возможно, он не увидел ее огонь. Потому что она в тумане войны находилась. Мы-то видим с вами на записи. Потому что мы видим всегда чуть больше, чем в реальности видят игроки. Но это просто. Valve реплеи свои не могут сделать прям идеальными. Всегда какие-то косяки присутствуют. Но они совсем не мешают. Дальше. Блинк. Он уже практически выформлен. 2000. Так, по ценности. 8.200. С большим отрывом от. Ну, той же Лины. Потому что Лина это первая позиция. Вражеская. Ну, если говорить. Про вражескую харду. То там вообще. Чуть длиннее в два раза. Отлично. Стоял. Ну, здесь никто и не сомневался. Зачем-то чекнул Рошу. А, он чекнул, потому что Хускар же может забирать. Как раз на миникарте он его не видел. И решил на всякий случай проверить. Теперь понятно я. Потому что сначала и не сразу догадался. Очевидно, на 13-й минуте он его забирать не сможет. Более один. А вот Хускар вполне. Ему для этого нужно совсем чуть-чуть. Точно так же, как и Уртия. Поэтому всегда, когда против вас играют эти два героя, то Рошана старайтесь чекать почаще. Потому что если на ЛУХП найдете, это просто фри-килл для вас. Идет Клок, шестой левел. Ага, он его увидел. Кстати, он даже в него хук кинул, но промазал. Клабс прыгает, цепляет. Деспропит вытягивает ее как раз в руки своей команды. И втроем быстро ее забирают. 505 золота с нее заработали. Самое главное, что и сами не подставились. Просто превосходно. Талант пока не берет никакой. Качает плюсики, обратите внимание, уже второй раз. Первый спелл ему вообще не нужен. Больше, чем один раз. Клок. Добро пожаловать в подвышку. Сразу орчит. Чтоб не тратить лишнее время. То есть он его в полете просто накинул. Еще и Сайланс получает деспропит. Хорошо дал в нее. РП тоже завозит. И там по пути ОД ее оформляет. 8-02. Его счет становится. Дальше заметил Хускара. И судя по всему, ему остается недолго. Потому что коллапс уже выехал. За ним. Увидел, что он идет к фонтанчику. Тут его просветил Клок. Хускара уже понял, что нужно уходить. И повезло. Успел уйти. Клок. Прыгнул в грима. Грима должны забирать. Так и происходит. Но я думаю, они разменяются. Завозит фею. Пару ударов. Много не нужно. Они все такие тонкие. Что просто разваливаются. От трех ударов. Каждый. Притом еще у всех куча урона. Это у нас ультра килл от ОД. Неожиданно. Но взял. Здесь всех подобивал. 4 килла. Хускара единственный выживший получается. В размен на грима. Замечательно. 2100. Ну и здесь какой-то. Тотальный разгром от Дайер. Я не ожидал, что они настолько будут избивать Радиант. Даже. Как будто бы слишком легко. Но посмотрим. Может еще. Радиант смогут здесь отыграться. Потому что пока только 17 минута. Ну вот. Например. Забрали Пуджа. Немало за него получает. Почти тысячу. 550 плюс 320 золота. В коллапсе теперь есть Яша. Дальше Монта. Потом Бабочка. И с Катей сразу всю сборку. Решил он закинуть. В квикбай. Конечно, что из этого успеет собрать еще. Или может передумает. Так. Лина показывается. Выход. Начинается. Пропускает крипов, чтобы не спалиться. Обходит здесь. Находит фею. Но ее цеплять не получается. И повезло Лине. Что эта фея пробегала. В итоге на себя внимание переключила. Плюс дала инфу. Так бы, я думаю, Лину уже забрали. Танц-то уровень. Вкачал талант первый. 10 к атрибутам за героя. Задетого РПшкой. Так. Закинули в Астрал. Фускара. Будет прыгать или нет. Гримм связывает. Есть сайланс. Жмет пока БКБшка закончится. Ну, либо они просто решат отойти. Смотрите, забрали Гримма и Тинни. Вот я говорил про то, что камбэк у Радиент возможен. И пока что они... Мою надежду... Не разбивают. Я просто не хотел бы, чтобы игра быстро закончилась. Потому что пока я вижу очень красивые мувы. Накинул Арчит. РП добивает. Кускара. Тут еще в Астрал закинули Фею. Она обходит в свой Астрал. Еще одна тычка нужна. Иначе она просто уйдет. Хорошо. Там... Добил ее в итоге... ОД. Даже последние тычки не понадобилось. Начинают ломать Т2. Радиент прожимает глиф уже. Ну, 20-ая минута. В целом пора Т2 снести. Коллапс улетает наверх. Тут тоже линия пушится. И заодно манту нужно дофармить. Этого должно... Хватить. Все. Последняя пачка. А там тем временем продолжается драка. Убивают Клакас. Деспропит. Пуджа. Очень мало... ХП остается. Я вот сверху смотрю. Да, его забирает. Забирает Фускар. Но в размен Фускара тоже забирает. В итоге это 3 в 1. Замечательно. Тем временем Магнус идет. Сломал Т1. Пропушил линию дальше. И мне кажется и Т2 можно сломать. Хотя без РП наверное страшновато здесь одному находиться. Лучше переместиться к команде. Она как раз недалеко. Орчит на Фею. Пара ударов. Готово. Центральную башню Сил Света атакует. Заметили ДП, которая здесь. Беззаботно фармит. Пыталась замансить в кустах. Но Коллапс ее находят. Не один. Правда тут Тинни и Грим. И ДП забирают. Так, на Рошана судя по всему они хотят идти. Или... Но к нему не идут. То есть он либо один будет его забирать. Либо... Куда он хочет направиться. А, идет наверх. Просто настолько решительно побежал вниз. Как раз сейчас день. Роша снизу. Могли бы забрать. Но они не тратят на него время. Хотя... Есть вероятность, что Хускар его захочет забрать. Но пока ему не дают туда приблизиться. Клок очень смелый. А теперь понятно почему. Потому что здесь Лина 17 уровня. Она довольно опасна. Лагуна. И добивает... Коллапса 1100 плюс 600 золота. Очень не слабо за одного героя заработать столько. 1700 мы видим. Они еще потеряли ДР. 400 голды. Но преимущество остается вот на уровне этих 7000. Оно сейчас... Если до этого падало, то сейчас на месте стоит. Центральную башню сел тьмы атакуют. 30 секунд в таверне. Дальше бабочка по сборке. ДР здесь все вместе. Летят вниз. Теперь наверное Рошана. Да. Коллапс как раз успеет возродиться через 10 секунд. Придет там на помощь. Либо может ему вообще отдать Айгис. Я думаю... Было бы кстати. На самом деле. Даже лучше чем Пуджу. Но он как-то туда не спешит. Ему видимо Айега не нужна. Отдают Айегис ОД. Ему еще уместнее даже. На втором уровне нейтралок взял вам рейс. И в итоге он передумал делать бабочку. И вместо бабочки будет Агоним. Себе варить. Также вкачал талант на 10. Плюс 10 секунд действия импаура взял. Плюсики в 4. Замакшены. Вкачаны. Смоками выходят. Так. Клок с ДД. Готов ли он драться? Интересно. Раз ДД взял усиление. Руну усиления. Потому что опять я видел комментарии в чате. Что ДД не существует. Не знаю. Да мне кажется. Я все равно буду всегда ее ДДшкой называть. Это куда удобнее. Чем крить руна усиления. Да и не звучит как-то. Быстренько оформили Т2. Переключаются наверх. У нас кстати в Кикбэе появляется Рефрэшер. Этот артефакт я очень люблю. Ну а на Магнусе так. Еще больше. Главное чтобы не передумал его делать. Клапс бегает. Ищет где ему можно пофармить. Видно что направляется на Лину. А она сама его цепляет. Влетает Клок. Лагуна. Прыгает Тинни на помощь. Переключает внимание на себя. Смогли засейвить Магнуса. Но он еще как будто бы не собирается уходить. А здесь. Фея вместе с Клокверком снова забирают Коллапса. Плюс убили еще Тинни. За всех много денег Рэйдиант отыгрывают. Еще 1700. Ну все. Преимущество уже 5000 осталось. Это не так страшно. Потому что было 10. Или около того. Половина отыграна. Ну а Коллапсу еще 40 секунд приходится сидеть в таверне. Даже вторая смерть подряд немного наскучила. Думаю в следующий раз он уже не будет так бежать прямо на Лину. Все таки два раза от нее отъехал. И что обидно и примечательно. И в тот раз. И в этот раз. Он не отдал РП. Хотя он у него был не в откате. Просто все никак не нашел момент. А потом уже поздно. Все. Преимущество уже 3000. Это уже совсем ни о чем. Да. У Дайра очень много киллов. Смотрите какая разница. 13-33. Но если Лине дадут атаковать. То. Проблемы могут не закончиться. Сила сьмы. Потому что именно Лина здесь всех разносит. В последнее время так-то киллов немного. У него 3-4. Но урона очень много. На третьем уровне. Жетонов берет себе. Пока думает что брать. Неужели второй. Третий раз подряд он умрет. Эх. Да. Не получилось. 40 секунд. 40 хп осталось. В итоге его добили. Хотя бы у Д. Может быть. Сможет подраться. Подраться. На деле он тоже отъедет. Накидывает Хускару. Переключается. Дал тычку. ДПшки. Хускара забрали. И ДП тоже. Он спасает себя Астралом. Ну хоть так. Правда в это время убивают. Синий. Плюс еще Путш. В таверне. И это мне кажется очередной выгодный размен. Да. Две 200 против 650 золота. Рейдинг прям собрались. Ладно. Давайте немного дальше ускорим. Потому что коллапс просто сидит в таверне и сидит. Сколько можно. Все. Он вышел. Блинканулся на хайграунд. Проверил. Нет ли там ничего. Взял в итоге тотем на третьем уровне. 20 уровень. Левый талант. 375 к дальности скевера. Также. Ну аганим у него уже давня появился. Теперь на очереди рефрешер. Отдали ему гем. Его купил он грим. Проверяет все хайграунды на наличие вардов. Так. Дайр дали скан. Видит что в лесу кто-то есть. А вот и фея первая замеченная. Ускар и смоков. Хороший фуг. Начинает его. У него ультовать. Так. Магнус. Дал рп по двоим. Они еще и связаны. Замечательно. Нет. По троим. Я даже не увидел. Что их трое. И снова он отъехал. В этот раз. От феи. Очень много он впитывает. Самое обидное. Он моментально погибает. Ну ладно. Он дал рп по троим. Свой импакт он внес. Впитал тоже много. И сейчас остальное. Остается за. Командой. И видим. Что размен плюсовой. Правда не очень сильно. О кстати. Там регенка. Путь сейчас очень обрадуется. У него. 100 хп. То что нужно. Прям. Идеально. Вот такой вот итог. 2500 против 2800. По опыту. 10 500 против 12000. Короче. Практически равный файт. На 1 килл. Больше сделали. Но это так. Совсем пустяки. Ну и повезло. Что дайр еще смогли. Их обнаружить. Вовремя из смоков. И как бы. Инициацию файта на себя. Переключить. Потому что. Если бы. Рейдинг первые напали. Все могло быть. Совершенно. Иначе. И намного хуже. По итогу. Для них. Не то что. Чуть-чуть в плюс. А в большой минус. Могли бы пофайтиться. Стоит учитывать. Как ни крути. Так. Магнус летит вниз. Все. Надеюсь он не умрет. Третий раз. Четвертый раз подряд. У нас. Приходится смотреть. Не за Магнусом. А за. Всеми остальными героями. Пока он. Отдыхает. Решил. Что не рефрешер ему нужен. А БКБшка. И это очень правильное решение. Потому что. РП он дает. А вот. Выжить. Не получается. Либо наоборот. Даже не получается. Дать РП. От рефрешера. Было бы меньше смысла. Чем. От БКБшки. Хорошо. Что он. Не начал собирать. Рефрешер. Ждут Рошу. Он дает скан. А. Это силы света дает скан. А так. До Рошана еще 50 секунд осталось. До его точного появления. Верхнюю башню силы темно атакуют. Верхнюю башню силы темно атакуют. Так. Первую попавшуюся цель цепляет. Это был Клок. 50 секунд. 800 золота за него. Хороший килл. Кускар тоже пушит. Правда в миду. И правда Т2. Но на него в итоге переключились. Магнус дал ТП. Так. Прыгает. Там фея. Но он уже боится фею. Он помнит как он от нее отъезжал. Завозит. Хорошо. УДшка ультанул. И. А зачем. РП отдали. Мне кажется или без него. Справлялись. Просто. Сейчас бы РП пригодилось. А уже нету. Сто секунд. Немного жалко честно говоря. Ну ладно. Хотя бы килл сделали. Уже отлично. Ну то что через 2 ультимейта. Это. Не столь важно. Так. Лина кинула лагуну в тени. Он все впитал. Магнус вывозит Лину. Но его поднимают в юл. Страх накидывает фея. ОД. Накидал клоку. Который недавно резнулся. Ну ладно. Никого не потеряли. И замечательно. 2 килла сделали. Теперь они идут на Рошу. У них правда совсем немного времени осталось. Или может уже есть смысл наверх перебегать. 20 секунд. Как будто бы они. Могут успеть. 14 секунд. 10. Да успевают. ОД. Такие тычки что. Огромные куски. С этого Роши. Срезают. Аегис. Отдают они. Снова ОД. Тем временем силы света забрали Терзателя. Шар получает Ускар. Магнус. Собрал в итоге линку. Вместо БКБшки. В любом случае будет уже полегче и по более выживаемому у него билд. Пудж кого-то хукал. Вместо БКБ. Так ну начинается драка. Хорошо лоу хпшная фея с Клаком. Мне кажется Клаку тоже нужно выкупаться. Здесь уже драка может вообще весь исход игры решить. Да так он и поступает. Магнус еще ульт не отдал. ОД тоже. Ускар прыгает. ОД вытягивают на подсейф. Магнус цепляет. Ускара дает РП. Там по двоим сразу вместе с Линой. Ее убивают. У нее нету Байбека. Убили фею. Убили Клака. Ускара. И Деспропят. Это минус пять. При том что выкуп есть только у ДП. Сможет ли она задефать пятерых героев сил тьмы. Я очень сомневаюсь. Они это тоже прекрасно понимают. И поэтому идут сразу в трон. Ну что же у нас по игре. На самом деле. Начало мне очень понравилось. Потом. Дайр вслили все свое преимущество до нуля. И второй раз его набрали. И хорошо пофайтились. В итоге. После одного файта. Заканчивает игру. Сразу. Иди в трон. 15-4-15. В 30 киллах из 49 поучаствовал. Хороший процент. И были очень хорошие РПшки. Максимум вроде как по троим либо четырем героям. 24 600 у него ценность. 317 крипов добитых. 700 золота. 900 опыта в минуту. По героям 21 тысяча. По постройкам 6. Получил 38. Его прокачка. В скринте. Кому это нужно. Ну и график. Спасибо за просмотр. Всем пока.